Прокомментируйте приход войны на Кавказ. Пару дней назад были прилеты. Вчера был прилет одного беспилотника в Моздок. Тумсо, у тебя бывает такое, что очень хочешь делать садака, но одолевают мысли, что эти деньги можно потратить на свои нужды. Пытался ли ты избавиться от этой мысли? Тумсо, сколько тратишь на бороду? Кто стрижет? Тумсо, как ты думаешь, повлияют ли на миграционную политику стран, в которых по результатам выборов выиграют правые, или институты не дадут им кардинально все поменять? К сожалению, очень сильно это влияет. И те страны, где приходят к власти правые, а правые всегда приходят к власти на таких популистических трендах, и популизм, он всегда, как правило, связан с критикой миграционной политики. И, конечно же, они меняют какие-то, изучают законы. Это в любом случае, особенно иммигранты, проживающие в этих странах, они сталкиваются. Особенно, конечно же, больше всего с этим сталкиваются только приехавшие, не получившие документов, или те, кто хотел бы приехать. Конечно, это в первую очередь влияет на них, но в целом это и на жизнь остальных тоже сказывается. И вот еще один очень такой важный индикатор правого крена, он никогда не происходит без того, чтобы страна не превращалась в полицейское государство. Это тоже, к сожалению, очень неприятный тренд в этих странах. Те страны, где к власти приходят правые, вы сразу заметите, что на дорогах чаще вы будете встречать полицию, вы будете чаще встречать, натыкаться на то, что патрули останавливают, кого-то проверяют. Даже вот в тех странах, где, допустим, вообще было в диковинку, никогда, допустим, ты бы не встретил, чтобы просто пешехода, например, остановил, патруль проезжающий остановил пешехода, и что-то там проверял. Вообще никогда бы ты такого не увидел. Как только к власти приходят правые, то ты натыкаешься уже и на такие картины. Поэтому в этом плане есть понятие у этого, у прихода к власти правых, там есть и позитивные моменты для людей консервативных, потому что у них, как правило, они тоже бывают более консервативными. Но там есть и свои негативные моменты. То же самое и когда приходят к власти левые. Там тоже есть свои позитивные моменты, но есть и негативные. Поэтому, в общем, это такая вещь, с которой нужно просто работать, нужно жить, нужно как-то к этой теме приспосабливаться. В том, что ты правый или левый? Нет, я не правый и не левый. Я даже не знаю, как себя характеризовать. Я не могу себя характеризовать ни правым, ни левым. Я такой человек, который просто в зависимости от того, какая власть, какие тенденции, в какие стороны, я человек, который это принимает. То есть я не борюсь с этим, понимаете. Ну, и было бы странно или даже, наверное, как-то нелепо, если бы мы здесь еще с чем-то там боролись бы. Мы люди, которые приехали, спасаясь от преследований, мы получили здесь убежище, и мы не в своих странах, чтобы там с чем-то бороться. Мы просто, раз мы видим, ага, окей, если сегодня такая ситуация, значит, ну, все, мы это поняли, проанализировали, и мы пытаемся жить здесь так, чтобы это какие-то негативные моменты нас там коснулись поменьше. То есть мы просто принимаем то, что происходит, и как-то, в общем, приспосабливаемся к этому. А вопросы там правые мы или левые, или какие, это когда вот мы к себе домой вернемся, будем в своем государстве, или мы здесь станем частью этих государств, тогда, наверное, мы будем сторонниками там. Пока мы здесь не голосуем, мы не имеем права голоса, мы просто живем, поэтому мы просто принимаем ту ситуацию, которая произошла уже по факту. Ты больше консерватор, мне так кажется. Ну, это, конечно, понятно, что, наверное, большинство чеченцев, мы в большинстве своем консерваторы. В общем, мы достаточно консервативное общество, но это не характеризует нас ни как правых, ни как левых. Потому что, ну, потому что, хоть и консерватизм присущ больше правым партиям, но очень много всего того, что исповедуют эти правые партии, это противоречит нашим убеждениям. Поэтому мы не можем себя назвать правыми просто из-за того, что мы являемся консервативными. Само по себе общество чеченское является консервативным, это правда, по сравнению с другими, ну, с многими обществами в этом мире. Против борзых приезжих, против наркоты и бухла, закрепкие семьи и традиции, правые идеи, это хорошо. Не гони томсо, все чеченцы правые, со сколькими я не общался. Ну, ты сейчас как бы спутал понимание консервативности, то есть ты их отождествляешь, то есть если консерватизм, значит, по-любому правый. Но там в правых идеях есть много всего того, что помимо их каких-то консервативных там вещей. Короче, давайте в этом, я думаю, это не та тема, из-за которой нужно спорить. Каждый для себя решает, какие там у него, как он это понимает для себя. Я это понимаю для себя именно так, я не могу себя. Потому что, видите, правые, допустим, на Западе правые, они будут, ну, у них будет своя там правота, а, скажем, в арабских странах у правых она будет там своя. Поэтому давайте лучше остановимся на консерватизме. И здесь, наверное, да, мой, конечно, народ сам по себе более консервативный. Германия расправилась с правами недавно, поставив прослушку во время их собрания, где они обсуждали, какими недемократичными путями будут выгонять мигрантов даже с паспортом из Германии. В Германии это вообще главная, наверное, проблема. Вот эти праворадикальные партии, они держат руку на пульсе, то есть постоянно их мониторят. И в самом обществе повестка сама существует, поэтому они с ней постоянно сталкиваются. И, ну, пока им удается с этим успешно бороться. Томсо, у тебя бывает такое, что очень хочешь делать садака, но одолевают мысли, что эти деньги можно потратить на свои нужды. Пытался ли ты избавиться от этой мысли? Я обычный человек, и мне тоже свойственны все эти пороки, которые присутствуют у других людей, поэтому, наверное, у нас у всех бывают такие моменты. И с этой внутренней жадностью, с какой-то внутренней, с какими-то иными внутренними пороками, да, с ними, со всеми нужно бороться. Поэтому, наверное, да, у меня такие моменты тоже бывают. Прокомментируйте, приход войны на Кавказ пару дней назад были прилеты. Вчера был прилет одного беспилотника в Моздок. Российская сторона заявила, что они якобы сбили его, этот беспилотник в Моздоке. Но на кадрах этих видео там не видно, чтобы его сбивали. Скорее всего, он нанес, видимо, удар. Это был дрон Камикадзе. И слышно взрыв. И вообще, хотелось бы, интересно было бы в этот момент посмотреть на лицо Кадырова. Особенно после его, помните, заявления, что там у нас настолько мощное ПВО, что 5000 самолетов, там одним нажатием кнопки можно сбить. И тут на тебе, в Моздок прилетает. А представьте, следующий дрон прилетает в резиденцию Кадырова. Кадыров наверняка над этим задумался. Тумсо, сколько тратишь на бороду? Кто стрижет? Он, она, оно или не проверял? Эти деньги хватали бы содержать несколько бедных семей в Палестине или в Африке. Я трачу на свою бороду, наверное, ноль рублей, за исключением там масла, которое я использую для того, чтобы как-то ухаживать за ней. Это масло покупается один раз несколько, полгода, наверное, один раз оно покупается. и его стоимость, ну, где-то, я не знаю, меньше 20 евро, наверное. Евро 15, ну, 20, по-моему. Вот это вот все расходы. И я сомневаюсь, что на эти деньги можно содержать хоть одного человека, где бы то ни было. Субтитры создавал DimaTorzok